Добрый день! Это программа «Точка зрения». С вами я, ведущая, Светлана Мелешко. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 235-244 для ваших звонков и вопросов. Сегодня гость программы «Точка зрения» Любовь Попова. Ей всего 21 год, а она уже стала призером областного этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2013». Здравствуйте, Любовь! Добрый день! Ну, в общем, действительно, вы очень молодой человек. И вот ваши ровесенники, на мой взгляд, еще многие даже учатся только. Или все-таки работают ваши сверстники? Ну, есть кто работает, есть кто только учится, есть кто и учится, и работает. То есть, ну, в зависимости от пожеланий человека, возможностей его. Ну, а вы сколько уже работаете? Я работаю уже с 13 лет. Да? То есть, да, еще учась в школе работала. Ну, то есть, постоянно совмещала учебу с работой. То есть, поэтому уже, ну, получается, уже 8 лет работаю, дружище в разных сферах. То есть, какие только профессии там не были. А для того, чтобы стать предпринимателем, это у вас был шаг такой вынужденный? Или вы уже сознательно вот его совершили, кстати, давно ли? Ну, с одной стороны вынужденный, с другой стороны сознательный. То есть, понимала то, что быть в подчинении мне тяжело. То есть, характер, навыки больше руководителя были постоянно. То есть, это проявлялось и там в работе, и в отношениях с руководителем. И, то есть, в принципе, мое положение, которое там, жизненные обстоятельства, ну, понимала то, что другого выхода нет. Нужно как-то работать и реализовывать себя. И вы стали призером конкурса «Молодой предприниматель России». Вот он недавно совсем завершился, да? На прошлой неделе? Конкурс вот буквально несколько дней назад. 12 сентября он проходил. Вот очень здорово был организован. Спасибо большое организаторам. Ну, это управление внутренней политикой, то есть, помогают молодежи реализовывать себя. То есть, был хороший вип-гость. Это известная там бизнес-вумен Надежда Копытина. Вот, которая там поделилась своим опытом, очень много интересного рассказывала. Конкурс проходил в отеле «Лагуна». То есть, ну, молодые предприниматели, там, до 30 лет возраст, ну, презентовали свои проекты. То есть, и жюри выбирало победителей. А вообще много у нас таких молодых предпринимателей? Ну, насколько я знаю, более 110 человек, то есть, принимали участие в данном конкурсе. То есть, принять участие мог каждый. То есть, те, кто захотел, пришли, вот, показывали себя. То есть, это хорошая возможность, там, какие-то связи, с кем-то познакомиться. То есть, показать себя как-то, ну, что-то интересное попробовать. Вот, презентовать себя. Ну, вы стали победителем, вы заняли второе место, да, в номинации «Студенческий бизнес». То есть, студенты у нас, получается, не только учатся, но и работают. Многие, активные самые. Да, есть. Молодежь, как бы, делится на разные типы. Есть те, кто и учится, и работает, совмещает. Вот, есть, кто только учится, есть, кто только работает. То есть, были те, кто уже совмещает учебу со своим бизнесом. Понятно дело, таких людей не очень много. Что? Ну, вот, люди, которые участвовали, какие у них направления работ? Ну, вот, первое место занял, не помню фамилию. То есть, у него пекарня, то есть, печет хлеб, вот, с какого-то района молодой человек. Вот, тоже достаточно молодой, там, 21-22, может, ему не больше. Вот, там, физкультурно-оздоровительная деятельность девочка была. Ну, то есть, разные сферы, там, магазины уже продуктовые кто-то в селах открывает. То есть, такая амбициозная молодежь. То есть, молодежь со всей области, и у каждого уже не просто, ну, не просто, наверное, магазин. Ну, есть студенты уже и с крупным бизнесом, да. Есть кто-то, у кого мелкие, то есть, по-разному. А вы чем занимаетесь? У меня рекламное агентство, Дилайт называется. Мы занимаемся, это изготовление наружной рекламы, полиграфии, дизайн, сувенирная продукция. Ну, это, в общем-то, достаточно конкурентно. А вообще, вот, что вас подтолкнуло для того, чтобы пойти поучаствовать в конкурсе? Вообще, для чего нужно это? Ну, в принципе, я всегда использую все возможности. Все позвонили, предложили. Также, то есть, я была до этого на форуме Селигер. Вот, то есть, там мне очень понравилось. И поэтому узнала, что будет точно интересно, будет здорово. Захотелось принять участие. Ну, вот оценивали, так все равно, как? Оценивали достижения, которые у людей, молодых уже есть? Да, конечно. То есть, не просто там, да, какие-то идеи, а то, чего человек уже достиг, то, что он уже сделал. Вот, то есть, оценивали по этим критериям. По доходам, по оборотам, по каким-то там конкурентным преимуществам. То есть, разные сферы. А кто оценивал? Жюри состояло из четырех человек. То есть, это и какие-то уже люди-бизнесмены, возможно. То есть, где-то это там административные какие-то работники. Чиновники. Да. То есть, ну, разные жюри было. Ну, вы уже целый год занимаетесь своим собственным делом. Получается, когда вам было 20 лет, вы открыли эту фирму или там зарегистрировались. Да. Не страшно было? Нет, было не страшно. Как-то ничего не боялась, в принципе. Никаких страхов, ничего не было. То есть, получилось так, что работала в рекламном агентстве. Вот. И, ну, видела очень много того, что можно еще сделать. Вот, предлагала там постоянно. Давайте, вот мы сделаем вот это вот. Нет, нет, это не нужно. Там, это клиенты не оценят. Вот. Ну, и как-то предлагала, предлагала. Потом в итоге, ну, думаю, почему бы самой не начать? Вот, раз так мои заслуги... Не ценят, да? Да, не ценят. Пойду-ка я и начну сама. То есть, и так вот начала работать. Сейчас, кстати, вот с бывшим там, у кого работала, то есть, партнерские отношения, нормально, дружим. Ну, в Липске-то рекламисты дружат между собой. А вообще, вот, вы же начинающий предприниматель. Наверняка начинали, ну, наверное, с нуля, или, может быть, даже с минуса, да? Конечно, с нуля, да. С какого-то. То есть, никаких там денег, вложений, ничего не было. То есть, поначалу это у одного купи, другому продай. То есть, ну, грубо говоря, посреднические услуги. И постепенно вот так вот там подзаработал, купил такой-то себе станочек, купил там такой принтер. То есть, и вот так вот потихоньку уже. То есть, смотришь, что больше, да, пользуется тебя спросом. Ну, там, так потихонечку. В принципе, это самый такой легкий и, наверное, правильный путь, да, для тех, у кого нет каких-то финансов, вот, брать и начинать вот так вот. Какое-то посредничество, то есть найти, чем можно заниматься и все. Люба, ну, вы начали свою работу в 2012 году, когда многие вообще предприниматели, уже и много лет работающие, наоборот, закрывались и уходили в тень, потому что и выросли отчисления в три раза, да, страховые. И вообще ситуации в стране, у нас сейчас опять кризис надвигается. Вам было это все равно? Ну, как-то я об этом вообще не думала. Выросли и выросли. То есть, в принципе, это нормальная ситуация. То есть, везде, сплошь и рядом такое, там, во всех странах. Ну, я в этом ничего критичного не вижу. Не знаю, я от этого, там, ну, да, больше платишь. Ну, что поделать. Не такие уж суммы 36 тысяч в год, это, там, ну, абонемент в спортзал, это, там, не 300, не 500, не миллион. То есть, ну, нормально. Наверное, это, ну, для тех, у кого действительно, там, кто занимается бизнесом, у кого, там, прибыль только 20-30 тысяч, для них это, ну, наверное, чувствительно, кто-то там около 3 тысяч в месяц отдает. Вот. Ну, для меня, в принципе, не так страшно это. Ну, надо же еще и работников наемных содержать, да, ну, не содержать, чтобы они получали достойную вообще. Или нужно работать сначала самой на себя, в первую очередь рассчитывать, потом уже как-то... Ну, соответственно, когда ты собираешься уже брать работников, это уже ответственность, нужно понимать, что людям нужно будет платить зарплату, с чего-то, то есть рассчитывать. И, конечно, не сразу. Сначала нужно какую-то почву прочувствовать под ногами уже самой как-то. Вот. А потом уже, когда чувствуешь силы, что можно уже кого-то, то тогда уже да. То есть вы-то начинали сами, сами все делали? Да, делали все сама, и менеджер, то есть и документация, там ни бухгалтера поначалу не было ничего, и туда-сюда, там, и клиентам позвонить, и все функции делаешь сама. Курьер, уборщица. Да, 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 все сама. Дизайнер. И потом уже со временем, там, бухгалтера наняла, там уже какие-то обязанности скинула. Потом там дизайнера, потом там менеджера, то есть и вот так вот потихонечку. То есть было время, когда, то есть, ну, когда начинаешь, пытаешься экономить на всем, на офисе там как-то сэкономить, то есть и офиса поначалу не было, там, и там, на бухгалтере сэкономить, и там, один, было однажды, то есть даже вешала сама вывеску клиента, то есть, ну, по-всякому. Понятно, вообще. Ну, да, все знаю в своей работе, как что делать, если что, могу любого сотрудника заменить. То есть за прошедший год, можно сказать, немножко так жизненно у вас устоялась работа? Ну, да. То есть сейчас уже как бы все нормально, все стабильно. Уже начинаем какие-то новые отрасли, там, помимо рекламы, познавать. Понятно. А вот когда вы вообще поняли, что вам самой проще работать? Да. Или это вот действительно характер человека, вот он или предприниматель, или он всегда будет в подчинении? Ну, наверное, да. То есть, чтобы быть предпринимателем, должно быть еще какие-то определенные внутренние качества. То есть это, там, рискованность, да, не бояться. Ну, понимать, что когда-то можно, ну, взять все, потерять, то есть рассчитывать на это. Вот, то, что это ответственность, там, налоги, то есть это нужно все осознавать. Не каждый, понятное дело, к этому готов. Кто-то, кого-то просто качество наемного работника. То есть, соответственно, человек будет хороший в этой отрасли. Вот не каждый может быть предпринимателем. То есть, есть ли, может быть, у вас какие-то друзья, которые тоже начинали, и ничего не получилось? Или знакомые? Ну, конечно, есть такие люди, которые при столкновении с трудностями, то есть все бросают, то есть это сразу видно, что человек не готов, то есть сам делать бизнес. А у вас были такие моменты, может быть, тоже, когда... Были разные моменты. На грани разорения или еще каких-то трудностей? Да, было такое, когда вот расслабляешься, все, ничего не хочу, все закрою, пойду устроюсь на нормальную работу. Вот, было и такое. Ну, как-то себя берешь. Нет, надо делать. Кто, если не я? Вот, и постепенно вот... Было такое у меня, наверное, вот буквально недавно, летом, вот, потом, вот опять же, от программ «Ты предприниматель» позвонили, предложили поехать на форум «Селигер», за что им огромное спасибо. Вот, я туда съездила, там, получила определенный заряд, пообщалась там с успешными людьми и поняла, что я вот хочу быть таким человеком, не просто там наемным работником сводить концы с концами, а вот делать там что-то для людей, получать еще от этого удовольствие. И поэтому вот там уже еще новые отрасли какие-то, новые идеи появились. Вот, так что большое спасибо. А получать удовольствие? Вы работаете для удовольствия или для того, чтобы обеспечить свою финансовую независимость и все остальное? Больше для удовольствия. То есть я не могу делать работу, которая мне не нравится. То есть, да, там, через силу идти на работу, вставать. То есть только вот... Когда вот я сижу там, о, время уже 9, ничего себе. То есть это приятно, когда хочется делать, работать. Ясно. Напомню, что сегодня наша программа принимает участие Любовь Попова, призер областного этапа конкурса «Молодой предприниматель России-2013». У нас небольшая реклама, после чего мы продолжим программу «Точка зрения». Это программа «Точка зрения». Мы разговариваем о том, как проходил конкурс «Молодой предприниматель России-2013» и какие есть люди, получившие в этом конкурсе призовые места у нас в Липецкой области. Люба, а скажите, пожалуйста, вот, в принципе, многие предприниматели жалуются на то, что давление чиновников, ну, налоги высокие, отчисления в пенсионный фонд, другие различные организации. Ну, вот с чем вот вы столкнулись, в первую очередь, с какой-нибудь там основной трудностью? Ну, не знаю, вот все говорят, я этого как-то, ну, не прочувствовала. Никто не давит, никто там, ну, налоги тоже, в принципе, зарабатываешь деньги, плати налоги государству. То есть предприниматели — это, так сказать, помощники тоже. Нужно как-то помогать своему региону, своей стране. Вот, и я как бы, я не считаю, что это как-то все чрезмерно, и думаю, что в нашей стране очень даже благоприятные условия для ведения бизнеса. Вот, иначе, если бы было бы еще проще, то каждый бы мог пойти, открыть, и все. Ну, каждый, вы сами сказали, это все-таки нужно иметь что-то в характере, чтобы открыть. Ну, людям свойственно как-то, наверное, жаловаться, вот, легче обвинить кого-то, считать, что кто-то тебе постоянно должен. Вот, ну, я считаю, что это неправильно. То есть нужно как-то больше, наверное, отдавать, чем. И, соответственно, больше тебе будет даваться. А вы пользовались какими-то, может быть, поддержкой, программами поддержки? У нас же есть и для безработных бывших, и для начинающих предпринимателей. Ничем не пользовалась, ничего не брала пока что, да. Может, когда-то. И, в принципе, я считаю, что поддержка, ну, вот, как-то вот в первый год, вот, который есть, даже это, возможно, лишнее. То есть это расслабляет, особенно у молодых предпринимателей. То есть когда ты вот только начал, да, еще не прочувствовал всего этого, тут тебе на это, на тебе то, пожалуйста. Вот, а потом, когда уже начинается, да, человек более-менее становится самостоятельным, он уже начинает. Вот аналоги большие, и, там, вот, государство у нас плохое, никто нам не помогает, и все нам должны. То есть, ну, я считаю, что в первый год вообще пусть сам пробует как-то вот. Сейчас, может быть, я бы уже более сознательно, да, понималась. Ну, вот в первый год, да, мне дали, то есть, ну, как-то это бы расслабило, и неизвестно, помогли бы мне вообще эти деньги. Вот, и поэтому, то есть если уже сейчас, то да, то есть это, может быть, было бы и полезно. Вот, а так в начале, ну, наверное, не нужно. А вот скажите, вы учились специально для того, чтобы вот работать именно в этой сфере? Нет, то есть в эту сферу пришла вообще, когда начала работать в рекламном агентстве, вообще ничего не знала. То есть все в процессе самообучения, потом начинала ездить на выставки в Москву, то есть смотрела, что там, ну, как говорится, если не знаешь, задавай вопросы, и все будешь знать, то есть, и постепенно вот так вот изучала. Ну, а вообще вот у предпринимателей потребность каких знаний в первую очередь? Что, чему нужно учиться? Ну, наверное, нужно больше читать. То есть это законодательство, там, какие-то юридические моменты, чтобы, да, знать свои права, знать свои обязанности, чтобы не получалось каких-то, потому что в нашей стране незнание не освобождает от ответственности, поэтому нужно как-то тщательно изучить какие-то моменты. Вот, как ты там должен платить налоги, вести свою бухгалтерию. Вот, ну, тоже были и моменты, когда сталкивалась, там, вот, с бухгалтерским учетом, там, не вовремя сдала отчетность, ну, там, штраф заплатила пару раз, потом просто села и изучила этот вопрос, как нужно, как правильно, и уже ты знаешь. А какие другие специфичные знания, там, ну, предпринимательство или экономику, или еще что-то? Управление людьми, управление персоналом. Вот, в принципе, для начинающих предпринимателей, я считаю, что стоит, вот, ну, пройти какие-то курсы, да, которые, вот, организовывает у нас, вот, управление внутренней политикой, ты предприниматель. То есть многие ребята оттуда действительно, то есть выходят с какими-то знаниями, опытом и начинают что-то делать. То есть все, с кем сталкивалась, то есть, реально, ну, помогает людям это. Там уже бесплатная программа, вот, поэтому рекомендую принять участие в ней. А вы и сами там не принимали участие? Ну, принимала участие, тоже, да? Да, тоже, то есть в конце того года. То есть полезно было узнать. Вообще много людей у нас учатся, ну, вот, те, кто с вами учились, многих ли удалось достичь хороших результатов? Ну, дело, что это не вся масса, да, а кто-то просто какие-то знания, то есть в любом случае, там, жизни пригодятся, рабочие, даже если ты не будешь вести свой бизнес. Вот, а кто-то действительно, то есть для них это опыт, то есть нужный, необходимый, вот, кто-то реально начинает уже что-то делать. То есть из просто идей уже рождаются какие-то реальные проекты. Ясно. У нас есть звонок от зрителя, послушаем, что спросит. Добрый день. Добрый день. Вот хочется узнать у бизнес-гуман, какая зарплата у ее сотрудников? Если налоги ей не в тягость, тем более бизнес закрывается у многих, а у нее все в порядке. Вот очень интересный вопрос. Будьте добры, если можно, ответьте. Зарплата дизайнера получает 15 тысяч рублей. Менеджер – это оклад плюс процент с принесенной прибыли компании. То есть плюс там зависит от процентов выполнения плана, но в среднем это, то есть не меньше 20 тысяч. То есть менеджер по продажам получает. Ну, вы сейчас говорите, прям как действительно руководитель, наверное, там у вас планерки проходят регулярно. Ну, конечно. Задачи ставите, планы. Есть опыт работы, когда была студентом, училась очно, то есть подрабатывала в компании «Домрум». И очень хороший опыт, там все систематизировано, и это помогает. Вот также тренинги какие-то, обучение. Без этого никак. Можно совершенствоваться. А вот вам приходилось увольнять людей? Или пока еще нет? То есть вы это делаете тоже без проблем? Ну, объясняю человеку, что он не подходит. То есть, ну, сначала, конечно, дает шанс исправиться. Вот. Если нет никаких двигов, то, конечно, приходится прощаться. А вот вы мне скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, не знаю, ответите на вопрос. Вот вы лично внутри или вообще ваша жизнь за этот год изменилась? Вот ваш характер, ваши отношения с людьми, с друзьями? Да. То есть поменялось, поменялось окружение, поменялись взгляды на жизнь. Вот. То есть, да, если как-то больше начинаешь общаться тоже с людьми, которые занимаются в свой бизнес, вот, и, то есть, это влияет на твое мышление, сознание. А также после, там, каких-то встреч с уже, которые реально достигли, там, высот, это вот, когда приезжала на конкурс молодой предприниматель России Надежда Копытина, на форуме Фелигер, там, Демин Евгений, компания, вот, сплат, зубная паста. То есть, общаешься с такими людьми, понимаешь, что они тоже были обычными людьми и вот так вот выросли. И хочется тоже, конечно, достичь такого результата. Ну, а вы много работаете? Вот лично вы? В день сколько часов? Может, и без выходных? Это бывает по-разному. То есть, иногда можно и полениться, и вообще не поработать. Вот. Иногда, там, и до девяти вечера. Ну, стараюсь как-то, вот, чтобы это было ограниченное время. Ну, с десяти до шести, с девяти до шести, то есть по-разному. Ну, понятно. Скажите, вот этот конкурс, вы заняли там второе место в номинации «Студенческий бизнес», да? Ну, это всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России». Вот будете ли участвовать дальше? Есть ли такие мысли? Ну, во всероссийском буду, но не в этом году. Думаю, в следующем еще раз потренируюсь на региональном этапе. Вот. И уже в следующем году на всероссийский, думаю, тоже подам заявку. Вот. В этом как-то, не знаю, наверное, нет еще. То есть, для того, чтобы участвовать, нужно, чтобы было что представить? Ну, я думаю, надо, да. Нужно еще как-то больше вырасти, чтобы конкурировать с кем-то. Потому что, думаю, в любом случае, там будут уже люди посерьезнее, кто занял там какие-то призовые места. Вот. За год подготовимся и обязательно в следующем году поедем. А вы еще учитесь, да, сегодня, сейчас? Да, учусь на третьем курсе. То есть, еще полтора года осталось. На какую специальность? Экономист. На экономист. Ну, вы теперь чувствуете реально, да, что вы учитесь для знаний, а не для диплома? Учусь для диплома. То есть, в принципе, ну, я считаю, что как-то, ну, институты не дают много знаний. Вот. К тому же заочная форма обучения. И больше, если нужно в какой-то определенной отрасли, да, лучше пройти какие-то профессиональные курсы, и где за короткий период времени, то есть, действительно, то, что тебе нужно, ты узнаешь. Вот. Я такого мнения. Ну, институт в любом случае нужно, чтобы было какое-то высшее образование. В любом случае, это закаляет ответственность какая-то, что тоже. Карьера строится. Да. А вот как вы думаете, Люба, вот все-таки вашим ровесникам, что мешает идти и работать самостоятельно? Ну, это, наверное, боясь, страхи какие-то надуманные, то, что кругом говорят, да, там, вот, окружение твое, когда, очень часто бывает, когда человек, да, хочет чем-то заняться, он сталкивается с возмущениями, да, там, родители, родственники, друзья. То есть, когда ты хочешь вырваться вот из этой среды, которая, ну, вот, обычные люди, то есть, по-любому, они хотят, чтобы ты остался там с ними. Вот. И нужно либо противостоять этому, то есть, либо ты останешься там. То есть, получается, вы пережили какой-то момент противостояния? Да. То есть, нужно уметь настаивать на своем и двигаться к своим целям. Угу. А какие же еще качества нужно иметь вот для того, чтобы быть точно уверенным, что добьешься успеха? Ну, это целеустремленность, наверное, то есть, верить в себя нужно, да, постоянно как-то самоутверждаться, то есть, ставить какие-то себе маленькие задачи и достигать их, да, там, например, вот, я там, да, я там за неделю сброшу пять килограмм, то есть, ну, какие-то реальные вещи, чтобы это тебя самоутверждает там. Или вот я там закончу эту сессию там на одни пятерки. Вот, закончил все, то есть, и у тебя уже как-то внутренняя твоя самоуверенность, она растет. Вот. И уже, когда этот показатель есть, то есть, уже более уверен в себе и понимаешь, что если я хочу, значит, я это смогу. Угу. Ну, все-таки рискованность, наверное, это первое, да, качество, которое нужно иметь? Ну, рисковать тоже нужно в меру разумно, да. То есть, в основном, очень часто встречается, когда там, вот, хочу бизнес, и человек начинает думать, что он потеряет. То есть, не то, что он приобретет, да, когда у него будет свой бизнес, а то, что он потеряет, начинает думать в первую очередь об этом. А что можно потерять, если ничего нет? Ну, там, вложения. Вот, вложу сейчас 20 тысяч, я их потеряю, время, силы. То есть, просто нужно брать, делать, действовать. То есть, на ошибках учиться. И понимать то, что какие-то неудачи, то есть, приближать тебя к успеху. Угу. То есть, если бы вернуть назад, то вы бы, наверное, начали, ну, свою пока не очень такую большую жизнь, все бы сделали так, как и сделали. Ну, да, никогда не хотелось возвращаться. То есть, я считаю, все то, что происходит, происходит не просто так. Каждый человек в нашей жизни появляется для чего-то, для какого-то опыта, там, для какой-то помощи. То есть, все не просто так. Все не просто так. Вот, и возвращаться зачем? Можно идти вперед. Но, тем не менее, вот вы учитесь, вы, какие-то специальные знания у вас, потребность, наверное, все равно есть получать. Есть ли у нас возможность, вот, в Липецке, ну, пообщаться, ну, на форумах, а еще? Конечно, есть форумы, это какие-то тренинги посещать, также у нас проходит в Липецке. От программы «Ты предприниматель», там, есть закрытый клуб предпринимателей у нас в Липецкой области, да, куда можно там по определенным критериям вступить. Вот, и, то есть, это без проблем. Просто покопаться в интернете, да, там, зайти на сайты предпринимателей, и там какая-то информация всегда есть. Там, кто приезжает, какие курсы можно посетить, то есть, просто нужно знать. А на личную жизнь у вас состоится времени с такой загруженной, с такой работой? Ну, бывает иногда. Ну, бывает иногда, понятно. Тем не менее, вот, когда вы выходили на конкурс, не было ощущения, что вот люди, которые вас там слушают, или кто там тоже собрался, что они, может быть, больше достигли? Что вот они, ну, до них еще долго стремиться, нужно до их успехов? Ну, такого, ну, у меня больше как-то, когда смотришь на успешных людей, больше восхищения. То есть, вот, какой молодец, там, вот, надо. Ну, то есть, как пример, смотришь, думаешь, надо вот работать, там, я ленивый, надо работать. Вот, это как стимул. То есть, с такими людьми нужно общаться, нужно окружать себя именно такими. Вот, чтобы те люди, которые позволяют тебе расти. То есть, смотришь на них и думаешь, да, действительно, это все возможно. То есть, когда там из ничего люди имеют, там, миллиардный бизнес. То есть, реальные истории, реальные люди обычные, такие же, как мы все. Ну, у нас в России к предпринимателям-то, как вы думаете, все-таки люди относятся, основная масса, на ваш взгляд, позитивная или негативная? И вот почему? Ну, те, кто не предприниматель, наверное, негативные. Те, кто работает за 10 тысяч, да, вот они там, ну, считают, что это как-то нечестным путем. Ну, я считаю то, что каждый человек, к чему стремится, то, что он и заслуживает. То есть, нужно уважать труд чужих, других людей. Вот, и понимать то, что это личная заслуга человека, и только следовать его примеру, там, не как-то осуждать. Вот, поэтому. То есть, это люди, которые, да, возможно, осуждают, которые ничего не достигли, да, которые сидят, и для них это как оправдание. То есть, сидят, не шевелятся, и вот, они там, предприниматели, гребут деньги. Хотя, на самом деле, это не так просто, и проблемы более серьезные. Бывают там более серьезные кредиты, чем там, обычный человек взял телефон в кредит, да, то есть, это и миллионы люди берут, и теряют, и нечем платить. То есть, намного больше ответственности и рисков. Но предпринимательство, вы считаете, что сегодня должно пользоваться большим уважением? Ну, я считаю, да. Да, потому что это, то есть, особенно люди, их нужно уважать, они, то есть, также делают вклад в общество, в развитие. То есть, платят налоги, да, которым там люди получают пенсии, и все такое. Вот, создают рабочие места, соответственно, нужно их уважать и ценить, да. Спасибо большое за интересную беседу, желаю, чтобы у вас все и дальше получалось. Это была точка зрения Любови Поповой, призера областного этапа конкурса «Молодой предприниматель России». Всего вам доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok